Девушки отдыхают А рад быть просто с вами вместе Рад просто молиться, поклоняться Просто быть вместе Тема, которую я хочу поделиться сегодня Я ее назвал так Невидимая реальность Невидимая реальность Потому что знаете Мы видим, допустим, реальность То, что мы называем реальностью Мы видим людей, мы видим предметы Ты видишь, ты слышишь, ты ощущаешь То, что мы называем реальностью Но сегодня я хочу просто напомнить Напомнить всем нам То, что Дух Святой напомнил мне На протяжении, может быть, нескольких недель Именно следя за своими, я так скажу, мыслями Следя за своими, как говорится, картинами В своей голове, в своем разуме И просто на эту тему хочу просто, как говорится Поговорить с вами Невидимая реальность Я думаю, каждый из вас согласится и знает Что наши с вами слова И наши с вами картины или образы Которые живут в нас Они, я так скажу, ведут и контролируют твою и мою жизнь Вы согласны с этим? То есть то мышление, то, что ты говоришь То, что ты, как говорится, те картины, которые внутри тебя Оно, хочешь ты или нет Вот я же говорю, вот почему я назвал это невидимой реальностью Потому что эти вещи, они как бы невидимые Но в процессе ты, если посмотришь на свою жизнь И вот то, где ты там сейчас, я так тебе скажу Это результат вот этого невидимого мира внутри тебя Невидимых вот этих неслышанных, может быть, слов Вот этих разговоров внутри тебя Или этой картины, этих образов внутри тебя Которые были внутри, и ты там живешь Вот к примеру, просто на размышления Вот почему у тебя, допустим, вот такая прическа Или почему не такая? Ну вот почему ты, вот примерно, я так скажу Каждый день ты просыпаешься И ты зачесываешь волос вот так Почему ты его не чешешь вот в другую сторону? Потому что это внутри тебя есть картина тебя Которая тебе нравится, и ты хочешь, не хочешь Ты это делаешь Ну я понимаю, там есть, меняют там чуть-чуть туда, чуть-чуть сюда Но я имею в виду в общем Или почему, допустим, ты ездишь вот именно на вот этой машине? Почему ты, допустим, ездишь на Тойоте, а не там на Мерседесе? Потому что внутри тебя есть картина машины, которая тебе нравится Которую ты нарисовал, которую ты искал Ну это да, это тоже Но почему ты, допустим, не купил себе там Киа или что-то другое? Тоже бюджет позволил бы тоже? Не, потому что ты, я же говорю, в тебе есть вот этот образ В тебе есть эта картина, и ты как бы, ты ищешь вот этого Или почему ты, допустим, носишь такой стиль одежды, а не вот такой, как твоя, допустим, соседка? Вот почему? Почему? Это так же самое, где-то, я же говорю, там, у многих из нас это с молоком матери Знаете, наши прически, наши одежды, знаете, это, говорится, с молоком матери к нам уже, к нам эти образы зашли Почему ты купил именно вот этот дом, именно вот в этом месте, а не тот, который ты до этого еще 10 домов смотрел? И вроде бы и нормальный, и дом, но ты заходил, и это не совпадало вот с той картиной, с тем образом, который был внутри тебя И вот когда ты что-то нашел, когда ты или ты там в магазине смотришь там на, там, что там покупаешь, брюки или там майки, ты там тысячи стоят Ну нет, ты раз-раз, и ты нашел, или нашла в основном, именно то, что было в голове Ну или на сейле, да, это есть исключение Везде есть исключение, знаете То есть чему, чему я просто эти говорю, примеры, то есть, потому что мы, понимаете, мы так созданы Человек так создан, человек это, понимаете, он, 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 он живет этим Ты не можешь это избежать Именно оттуда, говорю, именно оттуда вытекает вся наша жизнь И вот просто я сегодня хочу, можно сказать, напомнить и сказать о важности этого И о том, что говорит даже Библия об этом, говорит Бог об этом Потому что Бог конкретно говорит именно, что нам делать, что не делать в этом случае Давайте сразу, я вам и прочитаю, это римлянам 12 глава, 2 стих Очень-очень знакомое для вас место И особенно для меня, потому что я в детстве, меня папа заставил эту главу выучить И спасибо папе Смотрите, 12, 2 Не приспосабливайтесь к образу жизни этого мира Смотрите, я немного буду медленно читать К образу жизни, смотри, не приспосабливайтесь к образу Опять же, это та картина, которую ты видишь То, что, можно сказать, дух этого мира хочет вложить в тебя И говорит, не приспосабливайтесь То есть не делайте, как говорится, не встраивайтесь в это Не пытайся, как говорится, сделать там, чтобы тебе было там удобно Смотрите, не приспосабливайтесь к образу жизни этого мира Но пусть Бог, смотрите, преображает Опять же, то же самое слово, слово образ Преображает вас Бог, не ты, не я, не сосед, не твой муж, не твоя жена Но пусть Бог преображает вас Обновляя ваш ум Смотрите, все, я же говорю, все идет в голове Все вот эти картины, все, что происходит, это все вот здесь Вот почему Павел пишет, что пусть Бог обновляет вот этот образ Вот почему, я говорю, важна близость с Богом Ты не можешь, я так скажу, это должна быть, можно сказать, ежедневной молитвой твоей Или хотя бы желанием твоим То есть дух этого мира, это настолько, я так скажу, серьезная вещь Что знаете, что один человек сказал такую фразу Знаете, какую, по-английски это трик, это, ну, то есть обман Знаете, какой самый, самый великий обман сделал дьявол? Знаете, какой? Да, что он внушил людям, что его нет Это самый, написано, величайший трик Или, как говорится, я же говорю, фокус или, ну, обман он сделал Что просто внушил людям, что его нет И все Я же говорю, и вы знаете, сколько Слова Бога говорит Говорит про дьявола, говорит, кто он, какая его сущность Вообще, какая его миссия на этой земле И не думая, что если ты, как говорится, родился свыше Ты теперь, знаете, и теперь дьявола, все Дьявола в твоей жизни не существует Я думаю, кому-то из вас дьявол, может быть, даже сегодня утром напомнил Что он про тебя не забыл Ну, кто-то, кто-то точно Когда ты, может быть, там собирался Или ты уже сидел в машине и бибикал Где, где там, ну, дети твои или кто Уже зло начинало подниматься в тебе Думаешь, кто это? Ну, точно не Дух Бога? Поэтому я же говорю, поэтому не расслабляйтесь Не думайте, что дьявол, знаете, это что-то Меня это не касается Но он касается каждого И он работает так хитро, когда ты думаешь, может быть О, ну, наверное, если дьявол будет меня искушать Вот, наверное, когда мне захочется моих старых грешков, допустим Или моих каких-то юношеских игрушек Но он подойдет И его миссия, я же говорю, его миссия, запомните Дьявола миссия разрушить тебя Разрушить тебя Во всех сферах Разрушить тебя лично Разрушить твою семью Разрушить церковь Разрушить твою работу Разрушить твое здоровье Это его, понимаете, это тот, кто он есть И он, я же говорю, он не придет к твоей двери Не будет ночью колотить И говорит, я пришел, короче, всех твоих детей Ну, забрать у тебя Нет, это все будет, я же говорю, дух этого мира Рисует образы, рисует картины В твоей голове начинаются разговоры, голосы Ты там, что-то тебе показалось И вот тут начинается рисоваться картина в твоей голове Кто ее рисует И потом ты уже, я же говорю, потом ты уже живешь по этой картине Ты по этому образу Ты, кажется, даже не знаешь, как я уже влип в это Я же говорю, все начинается с мыслей, со слов И потом, я же говорю, создаются вот эти лживые образы По которым мы живем Я же говорю, дьяволу не нужно рваться в твою жизнь Стучать, колотить там или что-то, чтобы ты Но он хитрый Поэтому не расслабляйтесь, знаете, не расслабляйтесь Что, я же говорю, что все нормально И теперь я что хочу, то ворочу Запомни, что дьявол, он ненавидит Он ненавидит тебя, он ненавидит твою семью Он ненавидит Это его была сущность, понимаете Это тот, кто, это тот, кто он есть Он навязывает нам всякие болезни даже Всякие страхи Вот никогда у кого-то не было, если кто-то где-то, ты услышал, заболел И вот почему-то тебе сразу становится страшно, как будто А вдруг я заболею Ну, никого не было, да? У одного было Ну, серьезно, или где-то что-то случилось Кто-то попал в аварию Тебе сообщили, вот смотрите, тебе сообщили Или ты там где-то там по новостям узнал, что сгорел у кого-то дом И теперь все, тебе кажется, что твой завтра сгорит От кого, откуда вот эти картины? Откуда это все идет? Я же говорю, и если вовремя не обрезать вот это все Если вовремя, как говорится, как cancel по-английски Или как аннулировать эти все образы Вот то, что я считаю, если не дать Богу обновлять наш ум, преображать нас Я же говорю, люди попадают в великие проблемы И потом проходят десятилетия И ты уже даже не знаешь Это уже стало твоей нормой Ты уже по жизни боишься Ты еще не заболел, а ты уже таблетки какие-то там принимаешь Или витамины, тебе уже кажется, что вот-вот болезнь придет Дух этого мира, знаете, он рисует картины Ты посмотришь Там, может быть, невзначай Ты посмотришь какой-то фильм где-то И ты даже не Даже, может быть, если, опять же, истет Дух Святой, как говорится, не намекнет Ты, может, даже не увидишь, насколько этот фильм сейчас был стратегически направлен проектировать на твою семью, допустим, там, или измену, или, знаете, там, какую-то грязь, понимаете? То есть, Дух этого мира, я же говорю, дьявол, он, я же говорю, это его была великая ложь, чтобы просто внушить людям, что его нету, и все Расслабьтесь и живите, как хотите Но я просто хочу напомнить, что нет, не расслабляйтесь Через фильмы, через случаи, через знакомых, через соседей Кого хочешь Смотри, не приспосабливайтесь к образу жизни этого мира Знаете, это все, вот, это, как говорится, Дух этого мира, он хочет, чтобы ты увидел А, у тех так, а, вот, у тех так, и там, и там это, и в той церкви там грязь И, знаешь, чтобы в тебе создался вот этот образ, что так оно и есть И ты подумаешь, ну, нормально, значит, если там мои дети тоже там, скажем, не хотят ничего общего с Богом иметь, ну, у тех так же само Нет Но пусть Бог преображает вас, обновляя ваш ум Смотрите, чтобы вы могли постигать, чего Он хочет от вас Что для Него хорошо и приятно, угодно и совершенно Вы видите, для чего нужно обновление ума, или, я так скажу, обновление вот этих образов в нашем разуме Именно так ты можешь, говорится, исполнять волю Бога Именно так ты можешь делать то, что Ему приятно То, что Ему угодно, то, что Он хочет от тебя Поймите, что Что приятно Богу, то приятно и тебе Что, говорится, хорошо Богу, то и хорошо тебе Ты не думаешь, что теперь, знаете, если Вот это нельзя, и теперь мне будет, знаете, как-то скучно или неприятно Но Бог никогда, знаете, Он дизайнер наш, Он творец наш, Он, кто знает, как говорится, знает меня лучше, чем даже я сам себя знаю Поэтому, говорю, вся наша жизнь, это результат образов в нашем сознании И результат наших слов Я уже повторяю, потому что в нашей голове постоянно идет беседа Знаете, это здесь как поле битвы Вот здесь вот Именно там, знаете, начинают строиться образы, стереотипы Начинается формироваться мышление Вот почему Павел об этом и писал А какой, допустим, даже образ, я так скажу, в твоей голове образ тебя же? Как ты видишь себя же? Видишь ли ты себя как сын или как дочь Бога? Или видишь ли ты себя как, знаете, какой-то, как грешник, какой-то там потерянный Который, ну, знаете, как, это тоже имеет значение Как ты себя видишь? Слова теперь Я говорил про образы, теперь про слова Слова, знаете, которые мы говорим Это один из главных инструментов, которыми строится наша жизнь Смотрите, я вам сейчас докажу Притчи, 18 глава, 21 и 22 стих Смотрите, плодами своих речей насыщается человек Плодами своих речей Вот то, что ты говоришь То, что я говорю Ты это и ешь Смотрите, плодами своих речей насыщается человек Что добудет языком, тем и насытится Ты знаешь, ты кормишь себя своими словами Вы слышите именно серьезность этого? Ты кормишь себя своими словами То, что ты говоришь Оно питает тебя Поэтому я же говорю Вот почему, где Я же говорю, это слова, наши слова Это Это то, что питает нас Это очень Это, я же говорю, это один из очень важных Очень важных вещей От которых зависит наша жизнь Смотрите дальше 22 стих Жизнь и смерть Во власти языка И кто с ним дружен То есть, кто любит Бла-бла-бла-бла Плоды его вкусит Представьте, насколько Насколько Бог говорит Именно То есть, я, можно сказать Я состою из своих слов То, что я говорю То, что я говорю себе То, что я говорю тебе Этим питаюсь я Этим, как говорится, расту я И вот тут, я думаю Мы все Можем склонить коленки И уже каяться Ну, серьезно Потому что Иаков тоже об этом О языке пишет Вообще Если ты научился Контролировать свой язык Все Ты уже Ты уже Почти как Бог То есть, эта вещь Которая Ну Там Сравнивается С чем угодно Что ее там Как коня нужно Держать Понимаете Управлять Вот Такие Каждому из нас Такие Знаете Как эти Узды И потом Видишь Когда брат Или сестра Твой Ты его За узду Поправляй Вправо Или влево А он тебя Да И вот И знаете Что я Сделал вывод Лучше Молчать Лучше Молчать Тогда Говорится Подумать Что ты Мудрый Ну Знаете Мышь 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 Как говорится Особенно Уже такое поколение Мышь Обязана На свое мнение Ну я же просто Свое мнение Высказал Ну знакомая Такая Ну что Я не могу Свое мнение Высказать Ну вот Высказал Теперь В проблеме Поэтому Иногда Лучше Просто Промолчать Но иногда Нам нравится Знаете Чьи-то Косточки Обсасывать Ладно Смотрю Вам не нравится Это проповедь Смотрите Если Если Слова Возвращаясь Возвращаясь К Библии Это не я Говорю Это Соломон Так что можете К Соломону Эти претензии Смотрите Если Если Слово Бога Говорит Что Плодами Своих Речей Я питаюсь Я не питаюсь Твоими То есть То что ты говоришь А ты себя Кормишь А не думаешь Ну как бы То есть Если Своими словами Если Своими Разговорами Если Своими Речами Я питаюсь И я не говорю Сейчас Когда ты Говоришь Ну вот Вот Допустим Я говорю С тобой И вот Я И мы О чем-то Говорим Но знаете В нашей Голове Сколько раз Ты Ты себя Кормишь А вот Лучше Бо Я Такой У меня Никогда Это Не Получится А и Тут Я Провалился И Тут Понимаете То есть Вот Это Вот Эти Твои Слова Вот Эти Твои Негативные Оно Тебя И Питает Вот Почему Вот Почему Слово Бога Говорит Будьте Следите От Избытка Сердца Говорят Устаги Следи За Своими Мыслями Следи За Своими Словами В первую Очередь Ты Сам Себя Кормишь Ты Не Кормишь Там Может Быть Отчасти Кормишь Соседа Если Ты Кому То Говоришь Но В первую Очередь Ты Питаешь Себя Но Теперь Смотрите Если Не Воспринимай Это Теперь Вот Только Знаете Вот Плохое Представь Если Слова Питают Тебя То Смотри Ты Теперь Мож Это Все Повернуть И Ты Можешь Начать Себя Кормить Жизнью Если Слова Они Приносят Дают Жизнь Или Смерть И Ты Тебе И Мне Выбирать Что Я Буду Говорить Или Чем Я Буду Кормить Себя Жизнью Или Смертью То Смотри Если Это Работает И Так То Значит Оно Работает И По Другому Поэтому Начни Себя Начни Себя Кормить Я Говоришь Про Себя Может Быть Нам Некоторым Нужно Даже Покаяться В тех Фразах Которые Мы Говорили Себе Мы Вот Сейчас Поедем На Следующую Неделю На Энкаунтер И Опять Мы Будем Этим Заниматься С Другими Людьми Будут Отрекаться Которые Говорили Ой Я Никогда Не Буду Успешным Ой Я Никогда С Долгов Не Вылезу Ой Я Никогда Не Буду Хорошим Отцом От Всех Этих Фраз Все Люди Отрекаются Потому Это Невидимые Вещи Это Невидимая Реальность Которая Строит Потом Тебя И Ты Потом Может Думаешь А почему Действительно Я В долгах Потому Что Ты Кормишь Себя Этим Ты Кормишь Ты Кормишь Себя Ты Уже Для Тебя Даже Как Будто Нету Другой Опции Замуж Или Почему Я Не Могу Там Еще Что Потому Что Ты Кормишь Себя Этим Поменяй Это Даже Стратегически Поменяй Поменяй Просто Говори Нет А я Буду Серьезно Это Не Просто Это Весь Мой Смысл Этой Темы Просто Чтобы Помочь Себе И Помочь Каждому Из Нас Здесь Просто Жить Запомни Ты Человек И Твоя Одна Из Твоих Первых Функций Это Прожить На Земле Не Промучаться А Прожить Если Бог Приходит В твою Жизнь То Он Хочет Жить Через Тебя Он Хочет Чтобы Ты Был Этим Проводником Он Хочет Чтобы Он Через Тебя Действовал Поэтому Следите Вот Эти Две Вещи Которые Я За себя Заметил Сколько Раз Я Я Сам Себя Ловил На Этом Что-то Где-то И ты Уже В голове Своей Рисуешь Конфликт И уже Еще Проблемы Нету Ты Создал Проблемы Ты Уже Под Стрессом Серьезно Еще Ничего Не Произошло А ты Уже Сон Потерял Вот Скажите Мне Что Это Которые Не Бог Преображает Вас Меняет Вот Эти Образ Какой Образ Даже Какой Образ У тебя Даже Скажем Если Говорить О Церкви Вот Как В твоей Голове Церковь Просто Вот Пришел Ты Сел Вот Это Вот Там Пастор Проповедует Ну Вот Там Есть Группа Которая Скажем Занимается Евангелизацией Там Они Ездят Там На Эти Путешествия Там Короче Евангелизируют Или Вот Есть Там Музыканты Они Играют Ну Вообще Какая Картина Знаете Нам Всем Нужно Чтобы Бог Сделал Именно Церкви Христа Именно Какой Образ Церкви У тебя Ты знаешь Что Когда У меня Здесь Образ Допустим Церкви Церковь Должна Скажем Гореть В огне Должны Церковь Должна Собираться Для молитвы И молитвы Должны Просто Гореть Знаете Это Должно Быть Это Это Не Просто Знаете Вот Пришли К Ну Если У тебя Такой Образ Церкви Ты К Этому И Придешь Ты Тебя Будет К Этому Тянуть Вот Когда Потом Включается Вера В эти Вещи Это Другая Тема Когда Вот Эти Невидимые Вещи Ты Потом Начинаешь Осуществлять Это Очень Важный Очень Важный Такой Момент Итап Запомните Что Тот Образ Который В тебе В тебе Важнее Чем Реальность Которую Ты Видишь Сейчас Вокруг Важнее Тот Образ Который В тебе Важнее Чем Реальность Которая Вокруг В этом Мире Наоборот Вот То Что Реальность Вокруг Вот Это Вот Мы За Это Переживаем И За Это Тряхемся Реальность Вокруг Она Может Измениться Вот Так А Вот Образ Который Внутри Тебя Образ Допустим Если Говорить За Семью Или Там За Церковь Или Там За Работу Это Оно Останется Это Не Может Вот Так Вот Исчезнуть Когда Ты Смотришь На Него Когда Ты Смотришь На Иисуса Ты Начинаешь Правильно Видеть То есть Ты Позволяешь Правильным Образом Контролировать Свою Жизнь Вот Почему Очень Важно Искать Бога Искать Его Царство Первым А все Остальное Добавится К вам Поэтому Запомните Две вещи Живлю Из Этой Темы Слова И Образы Эти Две Вещи Которые Можете Ведут Твою Жизнь И Я Я Уверен Вы Об Этому Слышали И Вы Знаете Это С тем Может С чем Столкнулся Я С чем То Что Бог Напоминал Мне Я Просто Делюсь Этим Поэтому Пусть Это Бой Знаете Как Грица Напоминание Важности Этого Я же Говорю И Просто Пускай Еще раз Не Приспосабливайтесь К образу Жизни Этого Мира Но Пусть Бог Преображает Вас Обновляя Ваш Ум Чтобы Вы Могли Постигать Чего Он Хочет От Вас Что Для Него Хорошо Угодно И Совершенно Окей Аминь Продолжение следует Продолжение следует